МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент добавил, что двух мировых войн для человечества достаточно, чтобы осознать преимущества мирных соревнований и конкуренции. В то же время на своей странице в Фейсбуке Порошенко подчеркнул, что сегодня на востоке украинцы защищают территориальную целостность государства и что оборонять родную землю и право на независимость и развитие они будут всегда. Президент также заявил, что верит в мирное урегулирование ситуации и сделает все для того, чтобы наступила мирная жизнь в Украине. Ситуация в зоне АТО остается сложной, утверждает спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, российские наемники усиливают и подтягивают силы к линии столкновения. Военная техника зафиксирована на окраинах Докучайска и Еленовки. Усиливают и перегруппировывают свои позиции боевики и на подступах к Мариуполю с восточной стороны. На Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях они не раз открывали огонь. В результате боевых столкновений и обстрелов за минувшие сутки погибло. Пятеро украинских защитников, десять получили ранения. На Донецком направлении, вблизи села Березовое, террористы с применением минометов и гранатометов атаковали взводный опорный пункт. Нападение отбито. Позиции украинских военных на территории Донецкого аэропорта боевики трижды обстреляли из артиллерии и стрелкового оружия. Из минометов террористы вели огонь по позициям сил АТО вблизи населенных пунктов Ленинская, Майорская, а также близ станции Химик в городе Авдеевка. Наблюдатели ОБСЕ обнародовали информацию о месте дислокации украинских военных. Это произошло на собрании с представителями Украины и России в Донецке. Таким образом, российские военные узнали подробности расположения тяжелой артиллерии и танков украинской армии в районе села Карловки. В украинском обществе в последнее время растет недовольство работой ОБСЕ и подозрение в пособничестве ее представителей к боевикам. Из-за этого военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что группа информационное сопротивление прекращает контакты с ОБСЕ. После этого советник министра обороны по вопросам обмена пленными Василий Будик заявил, что 80% сотрудников ОБСЕ на Донбассе – россияне. Напомню, федерация предоставляет боевикам на Донбассе военную поддержку. Присутствие российских войск в Украине Москва опровергает, несмотря на огромное количество доказательств. Россия готовит очередной так называемый ГУМ-конвой к отправке на Донбасс. Об этом заявил замглавы российского МЧС Владимир Степанов. И, как сообщают в министерстве, сейчас идет формирование груза. Стоит отметить, что Россия уже отправляла шесть аналогичных конвоев. По словам главы Департамента информационной политики украинского МИДа Евгения Перебениса, Москва под видом ГУМ-конвоя поставляла боевикам на Донбассе топливо и технику, а также вывозила оттуда целые предприятия. Кроме того, конвои также использовались для вывоза тел погибших российских военнослужащих. Напомню, последняя колонна пересекла границу 4 ноября. Это было сделано без разрешения Международного комитета Красного Креста и украинских властей. Европейский инвестиционный банк может выделить Украине 200 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом говорится на сайте организации. Деньги будут направлены на решение краткосрочных проблем пострадавших регионов, которые находятся под контролем украинских властей, а также на обеспечение базовых инфраструктурных потребностей для вынужденных переселенцев в других областях. Пока что этот проект банки на стадии оценки. Госдепша пригрозила России новыми санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Ша Дженнифор Псаки. По ее словам, Соединенные Штаты осуждают Москву за эскалацию конфликта на Донбассе. Американский дипломат также отметила, что поставки вооружения для боевиков из России недопустимы. В Белом доме утверждают, что если Кремль продолжит игнорировать минские обязательства и будет и далее дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, России придется дорого заплатить за эти действия. Если Россия будет продолжать вести себя агрессивно по отношению к Украине, то будут введены дополнительные ограничения. Мы уже обсуждаем этот вопрос с европейцами. Дэвид Кэмерон выступил за ужесточение санкций против России. Это заявление премьер Великобритании сделал в связи с информацией о том, что Москва перебрасывает военную технику боевикам на восток Украины. По словам политика, несмотря на то, что Британия не желает новой холодной войны с Россией, она готова поддержать усиление санкций, если Москва не прекратит дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Кэмерон уверен, что действия Кремля предоставляют угрозу для всей Европы. По мнению дипломата, военного решения украинской проблемы не существует. Зато британский премьер уверен, что санкции Запада оказывают на Россию большое влияние. Премьер Финляндии Александр Ступ предложил ужесточить санкции против России. Политик считает, что хельсинки должны в этой ситуации действовать в двух направлениях. Придерживаться общей линии Евросоюза и следить за тем, чтобы голос Европы был единым. По его мнению, ограничение – единственный метод ситуации кризиса между Украиной и Россией. Заявление финского премьера прозвучало, невзирая на то, что санкции серьезно коснулись и рыболовного бизнеса Финляндии. Дело в том, что эта страна поставляла на российский рынок почти треть своей продукции. Недавно финский производитель Валио приостановил выпуск продукции, которая предназначалась для ввоза в Россию. 17 ноября Евросоюз обсудит возможность расширения санкций против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерико Магирини. Она отметила, что министры иностранных дел стран ЕС также обсудят поддержку Украины в эти трудные для страны времена. За усиление ограничений в отношении Москвы уже высказался ряд стран ЕС, а также США. Напомню, ранее лидеры Евросоюза отказались смягчать санкции, аргументировав это тем, что обстановка на Украине остается сложной. На следующей неделе мы проведем встречу в Брюсселе, где в первую очередь обсудим ситуацию в Украине. Говорить о санкциях против России мы будем именно в контексте поддержки Украины. На мой взгляд, на сегодняшний день это наиболее действенный метод. Евросоюз понимает все сложности, с которыми столкнулись украинское правительство и народ. И мы, правда, очень хотим помочь. Российские олигархи потеряли 50 миллиардов долларов с начала этого года. Такую информацию угласило американское агентство Bloomberg. Убытки от санкций Запада для российских бизнесменов огромны. Состояние некоторых из них сократилось почти на две трети. Это произошло из-за агрессивной внешней политики Владимира Путина. Наибольшие потери понес основатель компании «Система» и председатель Совета директоров «Башнефти» Владимир Евтушенков. Его состояние сократилось почти на две трети и составляет сегодня менее трех миллиардов долларов. Один из наиболее доверенных людей Путина, Геннадий Тимченко, который с марта находится в санкционном списке США, с начала года потерял 36% своего состояния, которое сократилось до 7 миллиардов долларов. Состояние самого богатого российского олигарха Алишера Усманова также сократилось на четверти и составляет 15 миллиардов долларов. СНН прекращает вещание в российских кабельных сетях. Об этом объявил владелец канала компания Turner International. Такое решение американского канала связано с рядом законов, касающихся СМИ. В этом году Госдума приняла поправки, которые запрещают трансляцию рекламы на платных кабельных каналах, а также ограничивают долю иностранного участия в российских СМИ до 20%. Кроме того, Роскомнадзор стал жестко требовать получения местной лицензии на вещание от иностранных каналов. По словам представителей СНН, вещатель давно подал заявку на получение лицензии, однако до сих пор ее не получил. Напомню, в последнее время российские власти все чаще выражают недовольство работой независимых СМИ, особенно международных. Главным образом это касается освещения событий в Украине. Путин нарушил деловой этикет, ухаживая за первой леди Китая. Во время саммита ОТЭС в Пекине камеры центрального телевидения Поднебесной сняли, как президент России укрыл плечи первой леди страны Пен Ли Юань пледом. Несмотря на то, что жена китайского лидера поблагодарила политика, было видно, что ей неловко. Она немедленно сбросила плед и отдала его ассистенту. И, как пишет немецкое издание «Шпигель», Путин хотел выглядеть джентльменом, но его действия являются бестактностью и нарушением делового этикета. Сцену с казусом показали по телевидению в прямом эфире. Однако потом кадры из видео были вырезаны, что вызвало возмущение в социальных сетях. Кроме того, видео начало пропадать со всех китайских порталов, где изначально было размещено. В течение нескольких часов новостные сайты убрали его, а цензоры вычистили отдельные кадры из соцсетей. Ну и далее информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»